Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Борис Энимал. С сегодняшнего дня мы начинаем публиковать серию детективных рассказов, в которых главные герои – это наши любимые животные. Итак, первый рассказ «Детектив Бобик». Поехали! Часть первая. Детектив Бобик обожал начинать утро с небольшой порции влажного корма и чтения свежей газеты. Так он встретил и утро 24 ноября 2018 года. Все начиналось, как всегда. Приятный завтрак должен был перетечь в рутинные дневные будни. Но статья на третьей странице оборвала спокойствие детектива. В той самой статье под заголовком «Криминальные сводки» находился призыв к Бобику бросить кабинетную работу и устремиться на поиски опасного преступника. Детектив мгновенно накинул свой любимый плащ песочного цвета и выскочил во двор. По пути в участок Бобик прокручивал текст статьи в своей голове. Кражи породистых собак из приютов города. Уже шесть случаев. Работает серийный преступник. Наш герой ракетой ворвался в участок и, не тратя время на приветствие своим коллегам, вошел в кабинет своего шефа, полковника Балу. Шеф сидел за столом и спокойно, без эмоций поедал курочку. Конечно, на его спокойствие влияло синдернарское происхождение. И даже столь громкое появление детектива в его кабинете не изменило настроение Балу. Отдав честь полковнику, Бобик принялся давить на него, уговаривая отдать это дело ему. Балу покачал своей огромной головой в знак согласия и усадил детектива на стул. Между ними завязалась беседа. Полковник и сам хотел отдать это дело нашему герою, но позже, после своей трапезы. Так детективу в руки попали материалы по интересующему его делу. На одной из стен в своем кабинете Бобик развешал фотографии похищенных. На первый взгляд связи между пропавшими не было, кроме одного. Одинаковый возраст всех жертв. Продолжение следует, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Переходите по ссылкам в описании нашего канала. До скорых встреч!